Ребята, всем привет! Второй день. Показываю четыре. Второй день. Что сказать? Я сижу, крашусь, проснулась сегодня раньше, чем вчера. Живот болел, но сейчас нормально всё. Слава сделала мне чаёк. Такой горячий. Очень поздно легла спать. Хоть я закончила видео монтировать рано. Ну как рано? В 2 часа ночи. Но это рано. А после я поздно заканчиваю. Но легла всё равно поздно. Сегодня мама должна прийти в гости. И мы с ней должны посмотреть, подумать по поводу обоев дома. Потому что я же хочу их поменять. И мы будем думать, что, как, куда. Почитала немного комментарии. Под первым днём я только выставила видео и сразу же читала, что пишут. Все так рады, что неделя влогов началась. Так приятно. И так странно. Всем так пофиг на другие мои видео. Если вам так нравится, неделя влогов. Чего и следовало ожидать. Зачем вообще я снимаю какие-то другие видео, когда всем пофиг на них. Всегда думаю, блин, ну надо вот как бы реально. Разнообразие, да? Сейчас, пока я крашусь, я хотела посмотреть видео Игоря Синяка, которое он сегодня выставил. Смотрю вот комментарии под новым блогом. Ну, первым днём, короче. Я не причесанная, зато накрошенная. Но у меня чистая голова сегодня, так что я вчера помылась. Вторую неделю влогов. То тебе снится сон, что ты беременна, то у тебя живот болит, как будто ты беременна. Я не знаю, как болит живот, когда человек беременный. Пока не знаю. Юля, становись депутатом, и всё окей с дорогами будет. Если говорить откровенно, мы же все думаем, что там как бы и воруют, да? Ну как думаем? Вот задайте себе вопрос. Если бы вы были депутатом, вы бы были добропорядочным, добросовестным депутатом? Вот ответьте сначала себе на этот вопрос, а потом уже... Было бы мне интересно, если бы ты показывала еду, которую ты ешь за день. Я не могу даже собирать их. Я не мог там больше находиться. Мне кажется, спокойно можно это сделать. Чё? Так обнимаешь обои мои. А вот это не помешает? Вот это? Да фигня это всё. Это заклеим, приклеим потом сверху. Да вообще, да. Я думаю, что тут... Я не вижу вообще никаких проблем. Абсолютно. Абсолютно. А эти? Сколько они тебе метровые, да, идут же? Метровые, наверное? Ну, слушай, не знаю, наверное. Я просто забыла вот эта вот основа, как она называется. Надо будет в магазине посмотреть. Думаешь, обязательно такие же нужны? Нет. Мы посмотрим в магазине... Но по качеству они хорошие вообще, да? Они очень хорошие. Ты знаешь, они такие дорогие, ты просто не помнишь. Они шикарные вот эти обои. Они, видишь, они как тряпочка. Они даже никак не бумажные никакие. Они как будто полотно. Да. Они очень крутые. Крутые, да. А вот эти, ты посмотри, вот я вот таких ещё купила. И вот просто вот эту стену бы закрыл вот эти обои. Если, например, сделать вот такую стенку серую, да, вот такие же обои купить, и вот эту стену просто закрыть. И повесить сюда кремовые шторы. Ну, белые, да, такие практически, слоновые кости. У тебя совершенно будет по-другому смотреть с интерьера. Абсолютно. Это очень, между прочим, прикольное решение. Подумай, надо идти. Подумай. Иди, моя сонная, спецназерка. Иди, ты здесь сладенькая такая, ну я. Иди сюда. Иди, будем чиноваться. Иди. Иди к кому-то. Как вы радуете. Иди, иди, иди к бабушке. Иди к бабушке. Видишь, какой у нее здесь лаунч. А у нее тут, посмотри, шведский стол. Ёма, у нее тут все включено. Это еще кардос. Я тоже так хочу. Можно я твою лапку посмотрю? Ммм, у меня еще и пахнет. Конечно. А это что? О, это гребешок. Что-то какой-то он слишком мощный. Его раскатали катком, что ли? Ну, не знаю, ей нравится. У нас были же куры у таких больших гребешков. Ну, вот такой еще я видела. Но чтоб такой был гребешок, это, конечно... Я всегда думаю, что это за гребешки такие, оказывается. Ну, это с этих, с петухов. А с кого еще-то? Ну, вот эта лапа точно не куриная. Она слишком большая. Это, наверное... Может, индюшачья. Да, да. Ну, потому что она очень большая. В общем, мама приходила в гости ненадолго, на минуточку забежала. Посмотрела обои. Ну, она их и так видела, но просто, чтобы вот специально, нацельно она пришла посмотреть на обои. Потому что мы вообще, знаете, что думаем? И чтобы не разводить грязь дома, не снимать, не сдирать обои, на шпаклевку, все такое, мы хотим просто сверху их наклеить. Если сдирать все обои, то это будет пипец грязь. Поэтому мы, короче, проведем такой эксперимент. Завтра, скорее всего, если у мамы получится, мы поедем в магазин с обоями. И посмотрим обои, которые я хочу. Купим их. Один где-то рулон примерно. Наклеим. Попробуем, посмотрим, как держится или нет, все такое. И если все ок, то поменяем. Заклеим. Так что, такие вот дела. Интернет безумно лагает, потому что Слава сейчас загружает на свой канал влог. И у нас, когда кто-то грузит видос, просто пипец происходит. Интернета нет. Короче, знаете, вот это вот тоже я написала врачу, который будет делать мне виниры. Всякие вопросы задала. А вот, а вот, потому что как только я в историях рассказала, что хочу, планирую уже реально в ближайшем будущем сделать виниры. Мне добрые люди начали присылать всякие ужасные картинки, свои истории рассказывать, что у меня там вообще все кошмар во рту. Прислать фотки, там, десна, которые все в крови, вот это вот все, вот такой ужас. Конечно, я знаю, на что я иду. Тут еще такой момент. Вот, типа, все эти истории, вот сейчас даже то, что я читала, девушка рассказывает о том, что у нее были зубы в ужасном состоянии. Все в кариесе, там, вкрошились, что с ним только не было. Желтые, короче, все в ужасном состоянии. И на них, типа, налепили виниры. Короче, такое. И еще эта вот девочка пишет то, что, типа, ей полностью практически очень сильно стачивали зуб. Мне не буду стачивать зубы сильно. Это просто будет похоже больше на шлифовку, потому что у меня и так, как бы, зубы, ну, нормальные. Просто они у меня стоят вот так стоят. Меня это бесит. Поэтому я решила, будет голливуд. Хочу и все. Выпремела волосы. Они у меня тут какие-то такие распушились. Вчера голову помыла перед сном. И пока спала, у меня на башке такой кошмар произошел. Я сейчас еле расчесалась. Реально ужас. Из этой погоды хочется просто лежать. У меня твоя игрушка. Осень. Уходи. Тай, мама уезжает. Я поеду в торговый центр. Тебе что-то купить? Да, купи мне, пожалуйста, сосиски. Вива, тебе нельзя сосиски. Ну, я так хочу сосиски попробовать. Ни разу их не пробовала, даже не нюхала. Вива, ну, у тебя же есть корм свой. Ну, корм, я его каждый день ем, он мне так наскучил. Ну, что поделать, Вивулик, так надо. Ты же маленькая собачка, кто знает, что у тебя там в пищеварении твое. Мам, ну, вечно ты одно и то же повторяешь. Я не понимаю. Даже в день рождения нельзя сосиски. Ну, Вив. На день рождения я тебе что-то дам вкуснее. Ура, ура, какая радость. Ну, господи, вот бы сосиски мама привезла. Или сыр. Любишь сыр? Что, сыр любишь? Пошли гулять. Гулять. Пошли гулять. Ты пойдешь гулять? С мамой. С мамой пойдешь гулять? Ну, пойдем. Ну, пойдем гулять, мой маленький. Посмотрите, какой носик смешной. Ты слышал, о чем мы с Вивианой разговаривали? Угу. Кто у нас дома сумасшедший? Смотри, либо мы оба сумасшедшие, потому что ты тоже слышишь Вивиан голос. Либо сумасшедшая только я. Я просто потакаю. Спасибо. Он реально, я озвучиваю Вивиану, а он как будто бы подыгрывает мне. Спасибо. Таким образом, ты понимаешь, что из-за тебя, из-за того, что ты мне потакаешь, мое сумасшедствие прогрессирует. Да. Кажется. И оно выходит на новый уровень. Кажется. Ну, ты такая счастливая. Я очень счастливая. Просто мне не верится, что Вива мне отвечает. Она же собака. Иногда лежим, а она такая... Пап! Да, она. Налей-ка мне водички. А еще Вива иногда для мамы что-то просит. Да. Он говорит, пап, вот мама очень массаж хочет. Он говорит, Вива, ну все, ладно. Надо, сам захочет, сделает. Я уезжаю, Зай. Возвращайся. Ладно. Представляешь, если бы я тебя озвучила? Зай, все, мы расстаемся. Ну нет, Зай, давай жениться. Это я говорю. Да, это ты и говоришь. Все. Ты так собралась идти? Да. Одеться нормально. Можно я твою куртку синюю надела? Такая большая и классная. Все, пока я пришла. Пока. Закроешь земной? Да. Короче, рассказываю. Раньше мы брали большие пакетики. Прям тяжелые пакеты с кормом. Но это... Возможно, это выгодно. Но мне не нравится то, что мы открываем этот пакет. И корм может стать очень твердым. Ну, короче, засохнуть. Поэтому я лучше беру, в общем, маленькие. Они быстрее кончаются, да. Но зато они всегда такие свежие, типа. Обед. У нас дома завелся труп. И это вот этот цветок. Ему очень плохо. Максимально плохо. Я хочу сказать, что это уже второй наш такой цветок, который умер. Да, я за ним никак не ухаживаю абсолютно. Плюс еще заклеила вот это все. Думаю, ему вообще не нравится, поэтому он очень пригрустнился. Я молодая и не хочу обременять себя заботой об этом цветке. Мне хватает забот в моей жизни. Оставляю тебя в этом сумасшедшем доме. Все, все равно. Даже на улице слышно, как он сверлит. Скотина такая. Еще сегодня нужно зайти в продуктовый, потому что дома хлебущик закончился. Мы со Славой все никак не сходим в кино, потому что мы не знаем тупо на что идти. Ну и, наверное, одна из причин, по которым мы не идем сейчас в кино и не ходим, потому что мы играем в Borderlands. Хотя вчера мы не играли, потому что я... Ну, неделя влогов, как бы, работа началась. И я монтировала видос, поэтому... Ну, хоть я и закончила не поздно, все равно поздно легла, потому что с интернетом были какие-то проблемы. Мне нужно было срочно поставить все на загрузку. Короче, я ночью ставлю видео на загрузку обязательно, чтобы когда я просыпалась днем, когда уже надо открывать видео, чтобы все уже было загружено, обработано, потому что больше всего занимает времени даже именно не загрузить на YouTube, а обработка видео на YouTube. Из-за того, что у меня длинные видосы, это может длиться, ну, блин, часа полтора-два. Реально очень долго идет обработка видео. Я просто в шоке реально с того, как быстро у нас становится холодно, люди ходят просто в трех куртках, в трех одежках. В общем, что хотела сказать. Я уже неоднократно рассказывала в своих видео, что на дорогах я не переношу и терпеть не могу таксистов. Сейчас была такая ситуация. Я еду, перестраиваюсь, выезжаю из двора, получается, и едет очень быстро таксист, который меня не пропускает. Видит, что я показываю, что я перестраиваю, что я туда же, куда и он. Но меня надо пропустить, если ты человек адекватный. Он меня не пропускает. Я притормаживаю, чтобы он проехал вперед, а потом я уже как бы за ним. Он мне начинает сигналить, типа, давай, я со своего барского плеча тебя пропускаю. Я думаю, сука, ну вот ты не можешь ехать медленнее, чтобы я поняла, что ты меня пропускаешь. Вот я так ненавижу вот таких людей на дорогах, которые, знаете, он тебя вроде и не пропускает, потому что он едет быстро и не дает себе как бы перестроиться, встать перед ним, например. А вроде и пропускает, как потом выясняется. И вот как я могу угадать? Вот я ненавижу таксистов, клянусь, потому что не всех, конечно, но тех, которых я встречаю чаще всего на дорогах, они никогда не пропускают, потому что они думают, что раз они могут ехать по общественной там вот этой линии для транспорта, да, они, если не могут ехать, значит, они вот как бы царят. Типа, знаете, есть такая фигня, я всегда пропускаю автобусы, маршрутки, потому что, ну, как бы надо пропустить. Но таксисты, извините, вы не входите в это число общественных транспортов, которые заслуживают того, чтобы я их пропускала. Идите нахрен. Вот так вот. Какая я злая, да? Кстати, помните вчерашний влог? Я там очень много и долго воняла по поводу того, что дороги все разломаны, не проедешь, подругу отвезти не могу. Сегодня мне Надя присылает фотку, что дороги починили. Я говорю, вот это как раз к тому, что меня что-то бесит. В последнее время я заметила, уже не один раз такое было. Я начинаю злиться, говорить, как меня это все раздражает, как меня бесит, а потом это вот происходит. Ну, происходит что-то хорошее, что меня бесило. Короче, вы поняли. Вы думаете, ой, солнышко светит, красота! Ага. Красота. Вы знаете, как холодно, блин. Короче, знаете, что девочки вам скажу? Никогда не надо в холод, в мороз ходить в Воломе. Это я говорю не то, что там просто, ой, простудишься, все такое. Знаете, какие осложнения могут быть? Я уж не говорю про то, что если там придатки застудить, у меня такого никогда в жизни не было. Ну, вот прям, да, каких-то жестких проблем с тем, что я там простудила. Что-то вот именно по-женски, да. Такого у меня, слава богу, хотя такого не было, но я знаю очень много историй, и мне рассказывали близкие люди, что бывает, если ты простудишь себе там все. Поэтому лучше, знаете, лучше вы будете не такие красивые и модные там, но зато в пуховике теплым, который будет вам задницу прикрывать. Просто я, когда в мороз на улице вижу какую-то там девочку, семнадцатилетнюю, допустим, шестнадцатилетнюю, которая идет в юбочке, в тоненьких колготочках, ну, как бы, мне это говорит не о том, какая она красивая среди всех остальных, которые ходят в пуховиках страшных. Мне это говорит о том, что у этой маленькой девочки мозгов нет. Понимаете? Поэтому задумайтесь. Я не ругаю вас. Хотя нет, ругаю, чтобы мне такого больше не было. Я не хочу, чтобы кто-то из моих подписчиков ходил потом по больницам. Знаете, как это все? Один раз прогулялся с голой задницей, а потом в больнице лежишь. Поэтому думайте своей головой, вообще все, надо быть уже большими, взрослыми, умными ребятами. Хватит, это закончилось. Я заехала за Надей, сейчас вот она выйдет скоро, и мы с ней поедем в торговый центр Атриум. Ура! Погуляем по магазикам, посмотрим, что в трендах. Привет. Привет. Такая ты недовольная шла. Это из-за мороза? Да. Космонавтка ты моя. Я тоже... Я вообще у Славы куртку отжала. В общем, мы с Надей заходили в братья Караваева, покушали там... Ну, я покушала, она не кушала. Съела котлету с пюрешкой и салатика немножко. И взяли по кофе себе. Есть у меня одна страсть. Люблю я магазинчики всякие, в которых штучки для дома продаются. Я говорю не про типа Зара Холм, какая-нибудь там уютера, домашняя. Есть такие, знаете, магазины со всякими там вазами, посудой, ну, всякими прибамбасами для дома. Я говорю не про такое, а про... Вот тут, кстати, есть, я забыла, как он называется. Ты не помнишь? Этот магазик, где ходишь, как по лабиринту, и там куча всякой всячины, которая нафиг не нужна. Моди. Да, моди, что ли. Что-то такое. Надь, как ты думаешь, кто из нас раньше ребенка родит? Не знаю. Вообще об этом не думала. Вообще? Ну, ты не хочешь? Я? Пока не собиралась. Думала о том, что, ну, типа вот там, грубо говоря, да, ты выйдешь замуж, понятно, и в какой-то момент вы там решите детей завести? Или... Ну, просто я к этому так отношусь, что я бы хотела прям, знаешь, пойти в центр планирования детей, чтобы ребенок родился в определенный месяц с определенным знаком зодиака. Ну, то есть у меня... Что? А я бы не стала. Почему? Типа, как будет, так будет? Да? Ну, нет, знаешь, на самом деле... Ты же, типа, сама выберешь, что, судьбу ребенку. Ну, как минимум, я могу выбрать ребенку характер. Просто я знаю людей под разным знаком зодиака, и я вижу, какие эти люди в жизни, в общении... И как друзья даже, например. Тут, кстати, очень интересная тема, потому что я... Короче, ты хочешь козерога. Ну, а все-то да. А ты кто? Козерог. А, да? Ну, козероги же рулят, ну да кань. Ты каждый раз снимаешь влог, и каждый раз удивляешься. Да постоянно я забываю, я постоянно забываю. Просто я реально так к этому отношусь, что к детям... Дети же это не просто, типа, ой, ну, типа, появился, ой, залетело. Ну, я понимаю, что есть такое, что вот, типа, там, с мужем, там, жена решили, ой, ну все, там, мы готовы к детям, хотим ребенка. Или просто даже не так, а просто, ой, мы беременны, ура! Я понимаю, что, как бы, да, я не говорю, как у меня будет, я не знаю, как будет, может быть, у меня у самой такое будет, что просто ничего я даже планировать не буду, офига, и все. Но мне почему-то хочется спланировать все. Потому что я козерог. Я удивлена, что тебе не хочется. Я такой, ну, мне кажется, что козероги не такие люди, которые... Нет, я в плане не говорю, что я хочу случайно, типа, по залету, типа. Да, ну, типа, планировать, но планировать не в плане, а там, типа... Подгадывать месяц. Да, под месяц, там, день, нахрен это. Ну, я просто понимаю, что такого не получится. Я просто даже, знаешь, очень люблю вот с отчимом разговаривать на эти темы, особенно потому, что он разбирается, ну, не то, что разбирается, но много может классного рассказать по поводу астрологии, нумерологии тоже. Он мне, кстати, много всего классного рассказал, что мне безумно интересно. И мы с ним болтали, и он говорит, что вот есть такое, что вот человек рождается под определенной, как будто бы, знаешь, звездой. Ему по жизни просто везет. Я знаю таких людей, которые, может, как человек там, ну, не очень хороший, ну, как бы поступки такие себе гадкие, но человеку реально постоянно везет. То есть он придет в этот... Лотерейный билет, понимаешь, выиграет. Придет в казино, выиграет. То есть вот так вот. Придет там какую-то сделку, все классно пройдет. Ну, потому что я не знаю, почему, но я в это верю, что реально вот может такое быть, что человек родился под какой-то звездой счастливой, скажем так. Я не говорю о том, что я хочу подгадать, найти там звезду. Конечно, такого не сделала. Я хочу подгадать. Нет, ну, в любом случае, там же от времени тоже рождение зависит. До таких мелочей, конечно, я вряд ли там, да, спланирую все. Так, ребеночек, чтобы позже двух часов... Нет, 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 нет. Делайте, что хотите, чтобы сейчас выродился. Ну, не знаю, мне просто... Я во все верю. Я такая... Ребята, напишите в комментарии, что думаете? Просто... Ну, я к этому серьезно отношусь. Блин, а если ты, допустим, хочешь обязательно родить там... Ну, возьмем там... В 2023 году. Обязательно. Ну. Ну, я не знаю, там... В каком-то определенном месяце. Так. Но есть такая наука... Гинекология. Это просто врач, понимаете? Допустим, чтобы у тебя в какой-то определенный месяц появился ребенок, нужно в определенный месяц его зачать. Конечно. А в определенный месяц может не быть... Ну, типа, может не выйти этой цепеткой. Ну, я все понимаю. Ну, понимаешь? Год нас марку. Что ты можешь сделать? Ну, блин, ну все равно, есть же центр планирования беременности. Там же тоже сидят врачи. Они просто... Слушай, если ты в сентябре... Сделай еще это. Ну, центр планирования беременности они же не высчитывают, который тебе день нужен, год. Мне кажется, что есть такое. Ну, это... Не знаю. Просто я... Ну, этим там не занимаются. А где этим занимаются? Они там просто занимаются обследованием матери, отца перед зачатием, подготовку. А, ну, типа, планирование это ни в какую дату ты хочешь родить. Ну, я про дату не говорю. Ну, хотя бы это замечательно, потому что я, типа, свою же натальную карту тоже изучала и все такое. Ну, короче, понятно, что это, знаете, как бог даст и все такое, но я просто думаю о том, что к таким вещам нужно в любом случае подходить ответственно. Потому что я, например, понимаю, что, например, если ребенок у меня родится под определенным знаком зодиака, мне будет с ним очень сложно. Допустим. Потому что у меня вот с людьми определенный у знака зодиака сложности. Ну, блин. Не то, что ты так, конечно, ты уж не будешь выбирать, там многое зависит от воспитания и всего такого, но я просто знаю, что можно родить, там, допустим, творческого ребенка, понимаешь? А, ты должен творческий? Ну, я не говорю. Хватит тебе творческого. У меня этого полно, но я имею в виду, что... Ты должна родить какого-нибудь физика-ядерщика. Ну, мне кажется, что есть такая вот тема, что реально можно спланировать. Конечно, до мелочей, до даты, до часов нет, но как минимум заморочиться, чтобы узнать, где дядя, куда... Ну, месяц, месяц, год, ну да, конечно. Но это ты сама можешь делать. Ну да, но я все равно хочу пойти в центр планирования детей. Ну, короче, ты хочешь козерога. Ну да. Ну ладно, нет, козероги мы такие... Мы хорошие. Мы хорошие, но нам очень тяжело пожить. Да, ну, блин, ну в смысле тяжело? Мы очень добрые, ну понимаешь? Ну, нет, не добрые, просто, ну, типа, я не знаю, как ты, а я... Ну, я не могу ссориться с людьми. Ну, в плане, допустим, я лучше потерплю. Просто я знаю, если я понимаю... Ну, я тебе об этом говорю. Я просто, ну, типа, что мы лучше потерпим. Я понимаю человека, с которым я, допустим, общаюсь. Ну. Ну, типа, я понимаю, что ты, допустим, если тебе сказать, типа, Юль, ты как говно сегодня выглядишь, ты не обидишься. И мне, если так сказать, я тоже не обижусь. А есть такие знаки, которые, типа, скажут, о, все, собраню. Да, ну это да. Ну, и, типа, надо просто понимать. И если... Есть такие люди, которые на тебя будут, могут гнать, но они делают это не со зла, типа, а просто потому, что они такие. Мне, как Козерогу, очень тяжело. Я всегда, вот, типа, у меня есть подруг Козероги, мы болтаем. Я говорю, сложно нам, да? В смысле сложно? Ну, вот у меня еще есть подруга, Даша, она тоже Козерог. И я говорю, блин, так тяжело, мы такие сильные женщины. Ну, реально, это смешно, конечно, но... Мы такие хорошие. Мы такие вообще. Ой, Козерожка моя. Как нам тяжело в жизни Козерожкам. Не, на самом деле, просто, я реально к этому так и не сутся. А я считаю, наоборот, типа, легко. Почему? Не знаю, ну, я просто не... Хотя, хотя, блин, я сейчас подумала, что я иногда могу внутри себя переживать на поле чего-то. Я очень вот это ненавижу, то, что я такая, знаете, за всех переживаю, за всех переживаю, беру за всех ответственность на себя, думаю, господи, какое горе. Наверное, я должна что-то там прям сделать, должна все изменить, должна поменять. И меня бесит иногда, что я думаю о ком-то другом, о чужих проблемах, а не о себе, например. Блин, меня бесит во мне вот это вот очень сильное чувство ответственности. Да, это вообще мое любимое. Просто я ненавижу. И я ненавижу людей, которые безответственны полностью. Я ненавижу людей, которые опаздывают, не пунктуальные, не обязательные, вообще во всем. Я тоже, меня прям это до трясучки раздражает, как вот эти безответственные люди, особенно вот в работе, то, что связано. Да, да. Меня это просто вот прям до пены изо рта, потому что я понимаю, что я все сделала вовремя, я ответственный человек. А из-за тех, например, с кем я работаю, в итоге прилетает-то мне, ну, типа, допустим, у меня какой-то проект, который я вовремя сдала, вовремя все сделала, а менеджер, например, не очень хорошо сработал, не так быстро передал мне информацию от клиента, например. Ну, то есть, вот такие бывают моменты, из-за которых потом, получается, я виноват, и мне, например, могут позже заплатить. Ну, допустим, это такой пример. А еще меня бесит то, что иногда я не могу даже, типа, знаешь, меня когда попросят, что они будут какую-нибудь херню делать, ну, типа, я не могу отказать. Хотя я понимаю, что я бы могла послать в жопу, ну, допустим, не знаю. Ну, много таких примеров, но по фигне вообще, да? Вот у меня была ситуация в универе, ну, такое больное, короче, я в этой больнице, ну, есть лифт, но он, типа, очень долго ездит, а мне надо было поднять, ну, спуститься на первый этаж в автомат там со всякими вкусняшками, вкусняшками, да, водой, вот, и я, короче, пешком спустилась, потом поднимаюсь уже, почти поднялась на пятый этаж, мне звонит моя одногруппница, говорит, Надь, слушай, можешь купить воды попить? Я понимаю то, что я не могу ей сказать, нет, я уже поднялась, ну, точнее, я ей говорю, блин, вообще-то я уже поднялась, ну, ладно, я схожу, а потом думаю, да, блин, почему я иду? Она же могла сама точно так же спуститься в любую такую, что я такая безотказная, вся, да, 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 вам что-то надо? Да, да, поднимите, Не то, чтобы безотказная, просто, ну, типа, ну, типа, тебе же не сложно, в принципе. Ну, да. Но, с другой стороны, какого фига? Ну, да. Я просто тоже с современным возрастом. Нет, я просто думаю о том, что если я что-то кому-то сделаю, то мне вернется. Это правильно. Ну, да, я тоже так всегда думаю, что, ну, что... Ну, что-то не возвращается. Да, ребят, ну, что такое. Просто, типа, когда ты будешь всех посылать, от тебя много людей могут отвернуться. Ну, и такими тоже, прям, суперпомощниками быть не надо. Это я уже тоже... Не, ну, тоже всем, ну, всем помогать. Потому что я тоже, знаешь, очень много раз мне кто-то о чем-то просит, я все делаю. Блин, у меня столько неприятных ситуаций, когда, там, человек меня просил на протяжении многих лет, там, в чем-то ему помогать, куда-то ходить, поддерживать, еще что-то. И я это, как бы, делаю искренне, потому что, ну, я чувствовала то, что я должна это сделать, помочь, например, или сходить куда-то. А потом человек просто меня обманывает, предает, и все такое. И я думаю, ну, типа, зачем я столько времени трачу, ну, на таких людей. А ведь никогда не знаешь. Поэтому, надо жить, как бы, для себя, в том плане, что, конечно, семья на первом месте в любом случае, но никогда не забывайте о себе тоже, потому что в этой суматохе... В первую очередь надо думать о себе всегда. Потому что, кроме себя, никто... Ну, типа, мало таких людей, которые вам помогут, а вы всегда себе поможете. Поэтому... Нет, ну, если бы все такие, как мы были, было бы офигенно жить. Да, вообще, я думаю, мы бы, блин, мир скалет подняли, дороги бы починили, да? Все вообще, у нас было бы на Мази. Больная тема. Да, да. Отопление бы включили. Отопление бы вовремя включили. Так что, короче... А, блин, напишите обязательно в комментариях, какой знак зодиака у вас. Здесь очень интересно, и вообще, типа, читали ли вы свою какую-то натальную карту, и все такое. Я обожаю вас. Вис-ис ее. Короче, мы пойдем сейчас в Атриум, сейчас сидели на парковке, вот болтали, обсуждали. Я просто обожаю эту тему, козероги. Такое. Вообще, козероги рулят, реально. Вот мы в ТЦ-шке гуляем. А, первым, куда мы пойдем, это с Зарахом. Пока не забыла. Вообще, зачем сюда приехала. Я тебя взяла под руку еще, чтобы ни одной мне было стыдно за то, что я с камерой иду. До сих пор стыдно? Да, до сих пор. Ну что, я чем старше становлюсь, тем больше мне стремно это все делать. Сейчас же все оборачиваются, смотрят, понимаешь? Блин, я в шоке с этих Лего, вы в курсе, что, ну, мы наверняка в курсе, мы как-то со Славой зашли, посмотрели, сколько стоит, типа, самый дорогой конструктор вот этот Лего. Это 73 тысячи. Да, мы вообще, ты что за надо? Я говорю, может, звезда смерти, да, и звездные войны, и звездные войны, там, и Гарри Поттер, тоже что-то такое. А еще машинки, машинки гоночные там дорогие. Я в шоке, я в тюрьмбоке. Это же надо, да, ты представляешь? Ребенок такой сидит с этими эээ, собирает 70 косарей. Не, ну, понятно, господи, все лучшее детям. Мне кажется, можно проще, знаешь, айфон купить ребенку, ему больше понравится. Ой, такое мягкое все это. Что, одеяло интересно или это? Блин, как классно. Смотри, какая классная штука. Это плед, да, двухсторонний. Ну, может, и одеяло, не знаю. Все, это обожаю. А еще мне безумно, знаете, очень нравится, как у Карины сейчас в комнате стоит после ремонта классного. Вот такая полочка, типа, рядом с кроватью. Мне так нравится такое вообще. Очень круто. Интересно, сколько такое стоит? Сколько там написано, ребят? Напишите в комментариях. 11? 12? Я не вижу. Сколько? Что-то 12, 11 тысяч. Пошли нахрен. У меня свои нормальные тумбочки. Прикроватные. Я просто хочу плед новый, потому что меня белый раздражает. Блин, это все такая раздражительная. Вот это мое любимое мыло, Black Vanilla, видишь? Black Vanilla. Но... Я запомню. Но... Раньше они были другие. Сейчас они, видимо, поменяли. И запах тоже. Мне дизайн поменяли. Да, да, да. А, я тебе, кстати, дарила Black Vanilla. Ты уверена, по-моему, там не Black Vanilla? Нет, ты мне не Black Vanilla дарила. Это я в позапрошлом году тебя дарила Black Vanilla. Наверное. Это тоже было... Слинечки. Вот это тоже. Это бухает? Да. Обожаю мыло. Тут, по-моему, еще свечки есть в Black Vanilla. Но свечки тоже перебор. Но я тебе дарила тебя. Это может быть милый. Да, у меня есть какие-то ванильные. Классно. Еще я думаю о том, чтобы полотенце новое купить. Но не сейчас, наверное. Как принцесса ходить. Ну, они такие неуютные. Это надо по замку в таких ходить, понимаешь? А мне шелк. Шелк? Угу. На кублоке такие надо, знаешь. Я все это обожаю. Вив, обними маму. Мама устала. Мама по торговому центру гуляла. Блин, глаза слипаются просто. Ой, не могу, девочки. Меня позвали в Турцию на неделю моды. Работать туда и снимать там видосы. И, короче говоря, типа там надо снять пять видосов. Пять, Карл. Я просто не представляю, что на моем канале выходит пять видео с турецкой недели моды. Ну, я говорю, это бред сумасшедшего, что... У меня же не турецкий канал, серьезно. Завтра Настя будет меня фоткать. Настя Фед, наверняка вы ее узнаете. Ну, заложила. Нашла зал, который мне нравится. Главное, чтобы было на завтра место. Есть. Корнер. Зал-корнер. Короче, я так влюсь на то, что у меня нет фоток. Можно на час один зал и на еще один час другой зал, например. Хорошая идея. Вот с дедушкой созвонились по видеосвязи. Дедушка уже в Грузию улетел. Скажи, Чань, дедуль. Да. Да. Видите, у нас тут жарко. С дедушкой 27 градусов. Завидую. Заскутил во всем. Вот так. А у нас даже отопление не включают. Вообще до сих пор не включили отопление. Вот так мы с дедушкой болтаем. Каждый день, через день созваниваемся. С самого детства. Да, дедуль. Сюда. На связи. Сейчас собираюсь монтировать скоро. И с дедушкой болтаем. Идем покушать. Так, вы просили, чтобы я вам рассказывала, что я ем за день. Вы знаете, что я сегодня была в Братьях Караваевых и ела там котлету с пюре. А сейчас вот я ем салат овощной. Грузинский. С зеленью, без орехов. Чай с чабрецом. У Славы то же самое. Вот так. А потом будет шашлык. Так, ну вот принесли мой шашлык. И рис. Это мое самое любимое блюдо в этом ресторане. Просто обожаю. В общем, пришли домой. Покушали. И я, пока мы сидели в ресторане, мне казалось, что просто я сейчас вот так вот возьму и упаду в тарелку головой. Потому что я не знаю, я так сегодня не выспалась. Хотя, ну сколько я встала. Ну, короче, где-то в час я встала. Поздно легла. В час это именно я встала с кровати. Я проснулась там. Мне кажется, я вообще в 11.40 где-то. То есть, грубо говоря, я 5 часов, может, поспала. И состояние вообще ужасное. Так что вот на этом сегодня все. Вот такой был сегодня день. В принципе, ничего такого прям сверхъестественного не было. Завтра у меня будет фотосессия в студии. Я вам уже об этом рассказывала. Забронировала залы. И сейчас я буду монтировать видосик. И отдыхать. Сегодня нужно пораньше лечь спать. Потому что пока я хочу спать, это надо сделать. Всем, кто смотрит это перед сеном, спокоя ночью. Я безумно хочу спать. Просто я офигеваю. Но сейчас, пока я буду монтировать, думаю, немножко взбодрюсь. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Обязательно пишите в комментариях. Что по кайфу? Как ваши дела? Все такое. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой инстаграм. Обязательно. Потому что завтра у меня будет фотосессия. Это значит, что скоро будут классные фоточки. Ну и просто я очень расстраиваюсь из-за того, что у меня не хватает времени на инстаграм. Потому что я много снимаю, реально. Ладно. Все. Давайте. Целую, обнимаю. Пока.